Всем привет! Продолжаю тему праздничных и сезонных раскладов. И сегодня мой авторский расклад на масляной часть третья. И назвала я его «Не всё коту-масленица». Он посвящен рассмотрению вопросов о человеке, который привык к хорошей жизни и вдруг столкнулся с неведомыми доселе для него проблемами. Буду делать два расклада на мужчину на женщину. Но планируйте себе вопросы и слушайте. Позиции расклада на нужного вам человека, они могут быть самые разные, как карты лягут. Но, например, какая жизнь была до настоящего момента? Что изменилось? Что явилось причиной этого? Что намечается как следствие этих изменений? Устраивает вас это или нет? Что делать, чтобы избежать неприятностей? Ибо не всё коту-масленица, да? Ну и, конечно, будем просить совет у карт. Ну, мужчину смотрим. Ага. Три, четыре, пять, шесть, семь. Значит, посмотрите, что получается. Какая жизнь была до настоящего момента? Бытовые рабочие вопросы решали. Собеседование. Это семёрка трифовая в игральной колоде. Рабочая нормальная обстановка. Что изменилось? А вот здесь я вам скажу, что изменилось то, что появилось колдовство. Кто-то вмешался в вашу жизнь колдовским образом. Что явилось причиной этого? Бубновый король – это денежный король, человек. Возможно, это конкурент. По работе очень денежный. Дальше у нас. Что намечается как следствие этих изменений? Так, это карта измены. Это карта любовного треугольника. Это не есть хорошо. Это тройка червовая в данной ситуации. Устраивает вас это или нет? Что делать, чтобы избежать неприятностей? И вообще совет карты. Так вот, смотрите. Устраивает вас это или не устраивает? Вот, посмотрите, выпала карта семьи и так далее. Но, конечно, измена. Как у вас может устроить какая-то измена? Вот у вас, сейчас я объясню. Вот этот человек, который навел колдовство, он способствовал тому, что у вас стала разлаживаться семейная жизнь. Видите? Измена. Дальше. Что делать, чтобы избежать неприятностей? Решить этот денежный вопрос этим человеком. Этот узбубновый. Денежный туз. Эту проблему надо решить. Вот. Ну и какой совет? А совет обязательно помириться со своей женой или со своей невестой, со своей девушкой. Семерка чаш. Вот так все достаточно понятно. Все было хорошо у нашего кота, скажем так. То есть он работал, трудился, трудял, зарабатывал деньги. Но есть у него сильный конкурент, который мешает ему жить. Вот так вот. Понимаете, в чем дело? Вмешивается в его дела. И результатом этого явилась измена в семье. И решить этот вопрос можно только закрыть рот этому человеку каким-то вот таким вот денежным путем. Вот так. Теперь будем смотреть на женщину. Сейчас, минуточку. Я паузу поставлю. Мне нужно кое-что исправить. Прошу прощения, пришлось мне свечу зажечь, поменять. Кстати, на кошачий глаз положила. Вот. Не все котло нашему масленицу. Так. Ну ладно. Теперь давайте посмотрим на женщину. Так. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Ну что у нас получается? Получается, какой жизнь была до настоящего момента у нашей женщины? Туз червовый. В любом отношении все хорошо. Светлые чувства. То есть полный контакт с собой. Как сказать. Даже не знаю, как сказать. Что изменилось? Изменилось то, что... Вот это у нас двойка бубновая. Скользит как все здесь у меня. Двойка бубновая. Вообще-то это карта делового партнера. Что-то изменило в деловом партнерстве. Дальше у нас. Что явилось причиной этого? Джокер. Колдовство вмешалось. Кстати, если у нас в отношении с мужчиной было темное колдовство, здесь оно такого среднего характера. Тут не наведено особо плохого ничего. Но, во всяком случае, кто-то очень хорошо колдует. Посмотрим. Что намечается как следствие этих изменений? Деловая дорога. Шестерка. Бубновая. Это дорога по делам. То есть кто-то очень старается, чтобы убрать подальше эту женщину от ее дел. Скажем так. Дальше. Устраивает вас это или нет? Что делать, чтобы избежать неприятностей? И вообще какой совет? В общем, короче говоря, устраивать. Как может устроить? Вот деловая поездка была. Отношения с начальством. Появился начальник. Очень жесткий. Раз. Во-вторых, появились очень большие проблемы по здоровью. Это два. Видите как? И каков, получается, у нас совет? Обдумать свои решения и поступки в рабочих вопросах. Понимаете? Значит, что получается у нас в итоге? Вот женщина. Жила спокойной жизнью. Помимо работы она занималась... То есть ее душевное спокойствие имело место. Она была удовлетворена жизнью и так далее. Особенно в любовном отношении и так далее. Опять кто-то позавидовал. Вот колдовство. Вот, значит, нанесен был удар по ее деловой сфере. Опять же я связываю это, конечно, с завистью. В результате выпала дорога по делам. Вот ее отправили по делам. Появился жесткий начальник. Появились у нее проблемы со здоровьем и так далее. Какой совет будет карты? Совет будет такой, что разберитесь, обдумайте свои проблемы. Нельзя слишком сильно уходить в свои личные дела. Нельзя думать о том, что все хорошо будет всегда. Если сейчас тебе хорошо, не значит, что всегда тебе будет хорошо. Надо каким-то образом уметь обезопасить себя, свою жизнь, свое состояние. Понимаете? Она не была, вот эта женщина, наша героиня, она не имела защиты. Раз до нее дошло это колдовство и ей был нанесен удар по бизнесу, правда. Но она этой защиты не имела. А вот теперь она должна напрягаться. Она должна напрячься, чтобы решить свои проблемы. Девятка трифовая. Вот эта работа вообще, так сказать, может означать даже работу по найму вплоть до этого. То есть она своего бизнеса может решиться из-за своего легкомыслия. Понимаете? Скорее всего, это была у нас королева чаш, если по тару говорить. А так, червовая дама, скорее всего. Которая несколько легкомысленно относилась к своей работе. Чего делать? Совершенно недопустимо в такое тяжелое время, как наше. Вот так. Вот такие вот дела. Хотите, сделаю еще по одной карте. Совет для мужчины и совет для женщины. Для мужчины еще один совет. Какой будет? Ага. Бизнес-леди. Налазить контакт с деловой женщиной. Для нашей женщины какой будет совет? Вынимаю. А, опять же, пожалуйста, потрудиться. Потрудиться. Это четверка трефовая. Говорит о том, что необходимо заняться обучением. Повысить свою квалификацию или по работе что-то сделать, чтобы продвинуться. Но не расслабляться, короче. Вот так вот. Вот такие вот у нас пироги. Ну, ладно, еще раз широкой масленице всем. А коту нашему удачи. Потому что не все у коту масленице. Надо быть осторожными. Ладно, спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...